Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на Бугасской косе. Это место, которое входит в топ-10 лучших пляжей Краснодарского края. Здесь у нас прекрасное Черное море. И это рай для любителей дикого отдыха и катания на сапсерфах, на кайтсерфах. В общем, это крутое место в Краснодарском крае, которое находится в Анапском и Темрюкском районах между поселком Веселовка и станицей Благовещенской. Бугасская коса – это 12 километров песчаных пляжей. Вы только представьте, диких. Сюда люди приезжают и живут в палатках, вот в таких вот домах на колесах. Здесь есть бунгало. И это очень атмосферное место. Со стороны Веселовки всегда гораздо меньше народу, чем со стороны Благовещенской. И здесь круто, потому что можно проехать на машине и поставить ее совсем рядом. Просто посмотрите, действительно, сколько домов на колесах. И люди подъезжают на них прямо к берегу моря. То есть буквально несколько метров. И ты спишь, и у тебя рядом море, шум волк. Очень, конечно, круто. Даже, по-моему, какие-то кафешки здесь должны быть. Потому что, видите, какие интересные бунгало здесь. Все сделано в каком-то таком аборигенском стиле. Дерево, камыш, канаты какие-то. Блин, очень круто, конечно. Даже столики есть. Можно здесь посидеть. Я здесь, кстати, первый раз. Никогда так далеко я не заходила. Ой, посмотрите. Пойду зайду, посмотрю, что тут есть. Какая классная беседка. Посмотрите, ракушки, которые бренчат на ветру. Это похоже на какой-то ловец снов. Очень круто. Также сюда вы можете приехать, чтобы научиться кататься на кайтсерфе. Здесь есть свои школы. И, насколько знаю, то они здесь работают где-то 5 месяцев в году. То есть летом приезжайте и сможете научиться. Такой классный горячий песок. Он в перемешку с ракушками. У него здорово бегать. По-моему, на берегу все-таки есть какие-то кафешки. Но я, честно говоря, даже не уверена, работают они или нет. Но ветер, конечно, здесь сегодня очень сильный. И знаете, как обычно на Азовском море. Я увидела здесь целые палаточные лагеря. Я думаю, ребята как раз-таки сюда приезжают и учатся кататься на кайтах, на серфах. Но единственное, конечно, насколько я знаю, что нужен какой-то определенный ветер, чтобы можно было кататься на этих приблудах. И если ветер недостаточно сильный, то люди обычно катаются на лимане. То есть отличительная особенность луганских косы в чем, что с одной стороны Черное море, открытое, чистое, а с другой стороны мелководный лиман. И открываются с высоты очень красивые виды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот я, кстати, сейчас прошлась по берегу, я все-таки немножко не поняла, эти дома на колесах здесь для того, чтобы их снимать или это люди приезжают и живут. Очень как-то непонятно, кто знает, напишите в комментариях. Возможно, что они здесь стоят, чтобы их люди также приезжали отдыхающие и снимали. В принципе, я классно покупалась. Вода действительно бодрящая. И долго я не смогла плавать. Машину поставить машину поставить и просто отдохнуть. Чем дальше вы идете от населенного пункта, от Веселовки или от Благовещенской, тем более пустынные пляжи.